Добрый день! Ну вот уже 7 лет на солнечный бал в Барнаул съезжаются лучшие танцоры. Сколько людей выйдет на паркет в этом году? В прошлом году у нас было более 1600 участников, но в прошлом году у нас фестиваль шел два дня. В этом году он будет один день. Я надеюсь, что тысячу людей мы наберем. Очень бы хотелось. Ну 7 лет это достаточно такой, ну скажем, солидный срок для конкурса. Вот как он менялся за эти годы? Что изменилось? Изначально этот конкурс был задуман как конкурс шоу-программ на основе бальной хореографии. То есть, собственно говоря, то, чем гордится и славится студия танца Лариса своими шоу-программами на основе бальной хореографии. И мы собрали первый год коллективы Алтайского края. И потом мы расширялись. И в этом году у нас помимо шоу на основе бальной хореографии присутствует великолепный вид фламенко. У нас шоу-данс, где все виды хореографии от модерна до джаза. У нас второй год уже будет прокладиться конкурс социальных танцев. То есть, латино-шоу-танго-шоу, где будут любители, люди взрослые, увлекающиеся аргентинским тангом, сальса, бачата и так далее. Ну и, конечно, традиционно шоу на основе бальной хореографии будет представлено очень широко. Но ведь в конкурсе могут участвовать не только профессионалы, но и, так сказать, любители, новички, правильно? Разумеется. То есть, есть там свои номинации, есть свои законы, есть свои правила. И каждый танцор найдет свое место на сцене. Самое главное и самый главный сюрприз этого сезона – это великолепная сцена Краевого театра драмы. И, собственно говоря, ради этой сцены очень многие люди приезжают из Красноярска, из Омска, из Томска для того, чтобы потанцевать на этой сцене. Потому что, действительно, Краевой драмтеатр – это великолепная площадка. Ну вот я знаю, что еще один сюрприз вы готовите, что в этом году пройдет мастер-класс от звезды мирового танца Максима Кожевникова. Тяжело было заманить его к нам в гости. Ну, опять же, это вторая традиция нашего фестиваля. Мы всегда приглашаем звезд танцевальных мирового уровня. А в этом году мы познакомились, к счастью, с Максимом летом на танцевальном кемпе в Новосибирске. И он дал согласие поучаствовать в качестве члена жюри на нашем фестивале. Потому что он пятикратный чемпион мира как раз по латиноамериканскому шоу. Он участник шоу-программ танцевальных проектов телевизионных в 40 странах мира. И я думаю, что ему формат нашего фестиваля понравится. Я очень надеюсь. Лариса, а вот кто готовит новичков? То есть понятно, что профессиональные танцоры занимаются у себя там в коллективах с вашими преподавателями. А вот новички, кто с ними работает? Именно у нас в клубе или вообще? Ну, на самом деле, во всех клубах педагоги – это в основном те люди, которые взращены в собственном клубе. То есть наши ученики, я думаю, что во всех клубах то же самое. Потому что философию танца, твою философию отношения к хореографии, наверное, только твой ученик может передать правильно. Хорошо, скажите, кто будет оценивать выступления участников? У нас будет хорошее представительное жюри. У нас будет 10-11 человек. Помимо очень уважаемых хореографов Алтайского края, преподавателей, доцентов, вузов, у нас будут известные продюсеры, у нас будет, опять же, Максим Кожевников, у нас будет очень известный хореограф из Кубы. Он хореограф, музыкант, танцор Маркос Фернандес. Вот он как раз нам будет помогать оценивать и номинации «Фламенко», и номинации «Социальных танцев». Ну, я думаю, что участники останутся довольными. А вот вы же получаете наверняка отзывы. Вот вообще, ведущие танцоры, они как оценивают танцевальную подготовку, вообще уровень наших участников, в частности, вот и ваших воспитанников? На самом деле, все члены жюри всегда очень благодушно относятся. Конечно, им есть чем у нас поучить наверняка, но им всегда нравится та искренность, им всегда нравится тот задор, им всегда нравится тот энтузиазм, с которым наши ребятишки, именно дети, в основном, юниоры подходят к танцу. Потому что вот то, с каким удовольствием танцуют в Сибири, ну, наверное, редко где. Искренность, они всегда оценивают искренность. Тогда такой еще вопрос. А вот как-то психологически вы готовите ребят перед выходом на сцену? Ну, может быть, уже вот не взрослых, опытных, а вот совсем начинающих танцоров? Потому что это же очень сложно, столько людей, конкуренция. Ну, в любом коллективе этому готовят с детства. Особенно в бальных танцах, которые, в принципе, являются конкурсным видом спорта. И участие в конкурсах, соревнованиях является естественной частью образования. То есть ребенок полгода потанцевал, и все, вперед на фестивале, на конкурсы. Поэтому это нормальный процесс, они к этому привыкли. Ну, наверное, еще победа зависит не только от твоих танцевальных, спортивных данных, но еще от выбора костюма, прически. Вот, наверное, тоже большая работа в этом направлении ведется. И именно этим отличается наш фестиваль от многих других, потому что у нас оценивается именно шоу. То есть очень важен, у нас даже оценка идет 3D, под трем номинациям. То есть это артистизм, это техника и это вот совокупность образа, имидж так называемый. Потому что если ты великолепно танцуешь, но ты не можешь передать идею с помощью костюма, с помощью предметов каких-то, с помощью музыки, то шоу нет. То есть шоу must go. То есть из нескольких элементов, да, состоит? Да, да. Хорошо, вот на ваш взгляд, вот само участие в этом фестивале, подготовка к нему, что он отдает участникам, вот коллективам? Как-то, не знаю, может быть, второе дыхание у них открывается или еще что-то? Я не знаю, что это дает другим коллективам, но для меня, как для организаторов, всегда является основным сделать настоящий праздник. Потому что те люди, которые занимаются танцами, это действительно энтузиасты своего дела. Это люди, которые и днем, и ночью работают, что ученики, что педагоги. Поэтому для меня это такая дань уважения всем тем, кто занимается хореографией. Потому что это люди, влюбленные в свое дело, и мне всегда хочется, чтобы они получили огромное количество призов. Мне всегда хочется, чтобы все взяли первое место и чтобы всегда были очень достойные площадки. Потому что это очень важно для танцора, выйти на достойную площадку и быть оцененным в достойной компании, достойными судьями. Я стараюсь это делать. Но вы как организатор, о чем мечтали бы? То есть каким видите свой фестиваль через два года, через три, через пять лет? Мне бы очень хотелось сделать его международным. Мне бы очень хотелось. Мне бы хотелось, чтобы к нам приезжал не только ближнее зарубежье, Казахстан, который рядом с нами. Мне бы хотелось, чтобы к нам приезжал Китай, чтобы к нам приезжала Белоруссия. Потому что на самом деле нас очень мало знают, потому что в Сибири мы уже все друг друга знаем, несмотря на то, что Сибирь огромная территория. А вот международным этот фестиваль, я надеюсь, с помощью судейства, я надеюсь, с помощью высокого органа организации, опять же, освещения, средствами массовой информации, мы этому добьемся. Хорошо. Какие призы ждут участников, победителей? Я не буду раскрывать всех секретов, но тем не менее у нас очень много партнеров, которые не оставят ни одного ребенка, ни одного взрослого без небольшого, но подарка. Конечно, мы традиционно готовим наши фирменные кубки, солнечный бал, который всегда с удовольствием победители, с гордостью выставляют в своих клубах, медали. Ну и я надеюсь, что для всех участников станет таким большим подарком. Это прямая трансляция соревнований, когда их родители, которые не смогли с ними приехать, на телеканале КТН-24 смогут посмотреть. Лариса, время эфирное подходит к концу. Вот еще один вопрос. Люди, которые пришли, то есть новички, которые вот только недавно начали танцевать, пришли на этот фестиваль. А есть ли примеры, когда потом они впоследствии начали уже заниматься профессионально и вот до сих пор танцуют? Ну, на самом деле, я считаю, что любая активность, она способствует развитию. Да, и поэтому даже если ты пришел, ты не занял первое место, но ты увидел танцоров сильнее себя, ты, если ты по-настоящему хочешь танцевать, ты будешь учиться и стараться, и добиваться. А это главное. Это хорошая площадка для того, чтобы показать себя, и, возможно, тебя заметят судьи. Да, да. Да, главное, ты должен увидеть то, чему тебе надо учиться дальше. Потому что в хореографии это постоянное развитие. А если вот судьи на кого-то положат глаз и переманят из нашего региона, были такие случаи? Замерут к себе в ансамбль? Ну, у нас нету судей-руководителей коллективов. У нас есть только продюсеры, которые как раз могут дать работу профессионалам. И слава богу, если они это дадут. Это тоже хорошо. Лариса, спасибо вам большое, что пришли. Мы желаем вам удачи, осуществления планов. Я напоминаю, у нас в гостях была руководитель студии танца Лариса, Лариса Любивая. Но я напоминаю, что фестиваль «Солнечный бал» пройдет 7 мая в Краевом театре драмы. Начало с 9 утра до 9 вечера. Приходите или смотрите трансляцию на нашем канале. Хорошего дня.